Документ обращен к лидерам стран, входящих в это объявление. Единение экономические санкции против Москвы, напомним, впервые были введены в июле 2014, сразу после гибели в небе над Донбассом малазийского Боинга MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода. По мнению ряда экономистов, санкции стали одной из причин финансового кризиса, разразившегося в России. Сразу после аннексии Крыма Саудовская Аравия уронила цены на нефть. Это, как предполагается, стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между Вашингтоном и Эр-Риядом. В проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2016 и 2018 годы, документ был разработан Центральным банком России в 2015, так вот именно в нем санкции назывались одним из главных факторов, которые могут препятствовать росту национальной экономики в указанный период. Согласно специальному докладу ООН, санкции упоминались в числе трех основных факторов, оказывающих негативное влияние на потенциал роста суммарного ВВП стран СНГ, при этом кремлевские телеканалы убеждают, будто бы ограничительные меры Запада им нипочем. Нечто подобное, не до конца верное, говорилось и о так называемом экономическом росте эпохи раннего путинизма. Этот период нарочито противопоставляли лихим 90-м. Тогда были высокие цены на нефть, стабилизировался курс рубля и, как утверждается, инвестиции потекли в страну чуть ли не вулканическими потоками. При этом на самом обычном низовом уровне, скорее наоборот, продолжалась деградация. Состояние ЖКХ пришло к состоянию катастрофы. В ряде городов, а именно Архангельске, Астрахани, Шахтах, Иваново, Дзержинске и вот недавно Твере остановилось трамвайное движение. Рельсы и вагоны сдали на металлолом. Улицы заполнили маршрутки, это основной транспорт неразвитых стран Африки. Сельские населенные пункты начали буквально десятками таять с российских карт. Все это обсудим с российским политологом Михаилом Долиевым. Он выходит на прямую связь со студией. Михаил, здравствуйте. Вот первый вопрос. В Польше тоже ведь был коммунизм, однако разница между Калининградом и Гданьском, между этими городами порядка 120 километров всего лишь, налицо и не в пользу Калининграда, в общем-то. Так было ли, на ваш взгляд, развитие экономики во времена раннего Путина, либо это такой пропагандистский фей? В Польше прошли иллюстрации, а в России нет. И вообще на постсоветском пространстве практически они не прошли. В Польше пришел к власти, он стал главой государства, не выходец из номенклатуры, не выходец из спецслужб. Там вышел Верховоденство из диссидентов. У них произошла в 90-е годы сменяемость власти, несколько раз и партии менялись, и президенты. Я должен заметить, что у меня особый подход к этому, поэтому я скажу, что особой разницы между Путиным и Ельцином я особо не вижу. Единственное, что при Ельцине нефть стоила 20 долларов и меньше, а при Путине она поднималась до 100 и выше. Путин и Ельцин, они выходцы из советской номенклатуры, ну и спецслужб в данном случае Путин, да. Ельцин оставил наследника Путина. Ну, лучший вариант 90-х годов, конечно, для России был бы. Это, например, Андрей Дмитриевич Сахаров. Он бы провел иллюстрации, ну, наверняка. Ринка и такой диссидент. То, что творится, конечно, на постсоветском пространстве, и в частности в России, в Астрахани, да, у нас при Ельцине открывались филиалы университетов в регионах, да. Молодежь могла учиться на коммерческой основе. Я считаю это большим плюсом в период Ельцина. Ельцин по определению, так как он был, назывался демократом, ему приходилось вести себя демократично. Как вы понимаете? Вот. Правила торговли были в первое время при Ельцине тоже более-менее либеральные. Вот теми, хорошо всем известными, ножками Буша торговали на каждом углу у нас бабушки. Их практически не гоняли на улицу. Но при Путине, сами понимаете, это практически невозможно себе представить. Да, транспорт при Ельцине он еще работал. У нас работал и троллейбусы, и трамваи. У нас работал судоремонтный, судостроительный отраск в Астрахани. Она закрылась как раз при Путине, он ее добил. Ну вот смотрите, Михаил, в данном случае просто я, даже если сопоставлять все эти показатели, да, то получается, что при Ельцине каким-то образом все-таки метро, то же самое, Екатеринбургское, там открыли в начале 90-х, достроили до каких-то нормальных масштабов. То же самое было в Самаре, а при Путине уже все, что начинали, оно все просто разлеталось. Вот сейчас, наверное, только развитие таких проектов, как Олимпиада в Сочи, справедливости ради города и вправду, изменился. И возведение моста на остров Русский во Владивостоке, это единственное, чем, вероятно, может похвастаться путинизм. То есть создается такое впечатление неких точек, таких точечных заповедников. Это сама цель путинского режима в данном случае, чтобы выдавать желаемое за действительное? Ну, в данном случае строительство таких-либо крупных объектов, это больше как бизнес, как отмытие еще больших денег. То есть себестоимость этого моста, она наверняка в несколько раз меньше, чем прошла, так же, как и Крымского моста. Мы это неоднократно обсуждали, интернет-пользователи, подсчитывали, сколько же стоит такой же мост, и еще длиннее, еще больше в Китае, например. И Крымский мост, и мост на остров Русский. Ну, опять же, сейчас же стали открывать особоэкономические зоны в России. В частности, примерно где-то 4 года действует и в Украханской области такая зона, в городе Нариманово. Ну, вот он как был в разрухе, да, идет сейчас 5-й год. Можно представить, там, Дубай, там, еще какие-то такие известные, такие, города, которые получили развитие в последние десятилетия. Ну, Нариманово ничем не отличается от того, каким оно было 20 лет назад, все стабильно как-то. Так, Михаил, а что, получается, путинский режим не способен даже отмыть денег на каких-то больших проектах, чтобы привести это в некое нормальное визуальное состояние? Он же просто заявляет всему миру, что является руководителем великой державы, а тут в Нариманово приезжаешь и как-то не наблюдается. Вот что, у них даже такой логики никогда не заходило, не появлялось, ладно, воровать так воровать, но может хоть как-то внешний вид поштукатурить, покрасить? Ну, да, у него это не получается абсолютно. Тоже Нариманово в свое время ездили пригородные поезда, в 90-е, кстати, годы. Сейчас, естественно, эти поезда не ходят, и даже идет вопрос разобрать эти пути от подъездных. Как известно, в Москве они же разбирали часть железной дороги еще при Якунине. Михаил, Алексей Навальный часто говорит о прекрасной России будущего. Вот на ваш взгляд, вопрос, скажем так, вытаскивания из ветхого состояния государства. Это то, над чем уже должна задуматься российская оппозиция? Вообще занимается кто-то реальным планированием в этом направлении? Кремлевская власть ведь когда-нибудь рухнет, она не вечно. Ну, вот я наблюдаю, с удовольствием слушая Владимира Милова, например. Он очень интересный, ну, какие-то планы рассказывает. Я, ну, к сожалению, я больше пока не могу вспомнить, кто еще написал. Ну, проект какого-то большого капитального ремонта государства. Это то, чем, вероятно, в ближайшее время все-таки, наверное, стоит же озадачиться тем, кто придет Путину на смену. Ну, да, да. Об этом, если говорить о политическом переустройстве, то, ну, я встречал проекты у, скажем, партии Народной свободы. Михаил Ходорковский, Открытая Россия, он тоже заявляет о желании строительства парламентской республики. Кстати, отличная идея. Вот. Мне кажется, что президентская, исполнительная власть, она должна быть хорошо сбалансирована и подконтрольна парламентом, рабочим парламентом. А что касается просто визуального облика страны, здесь же тоже какая-то отдельная история нужна. Потому что, мне кажется, все-таки политика политикой, а там уже состояние-то во многих местах такое, что нужно срочно делать реанимацию. Я уже говорю просто про сами населенные пункты. Вот в этом направлении вы замечали чьи-нибудь усилия, скажем так, инфраструктурные? Усилий нет. В последнее время политика Путина, она больше напоминает последние годы правления Брежнева, когда, ну, жили по принципу, не стоит трогать систему, пока она работает. Стоит тронуть и все посыпется. Ну что ж, как оно будет сыпаться и что будет происходить, узнаем об этом дальше. Я напомню, мы говорили с Михаилом. Михаил, спасибо. Это был политолог Михаил Долиев. Мы обсуждали кремлевский национальный проект экономического очковтирательства. Мясо из пробирки. Из чего делают искусственные продукты, расскажем в заключительной четвертой части. Пульса дня. Продолжение следует... Продолжение следует...